Огромное количество певцов окружает нас сегодня, врывается в нашу жизнь, мы постоянно слышим сейчас и по радио, и по телевидению. Сменяют одна фигура другую, сменяют имена, уходят в небытие, а на самом деле великих певцов, певиц на свете не так уж много. И вот сегодня у нас с вами предстоит встреча с великой певицей 20 века, Эдипяф, с этим маленьким воробушком, с удивительной судьбой. Когда большой человек заполняет собой пространство, и вы слышите его наполнение, тембральное, звуковое, как-то это все нормально. Но вот когда появляется маленькая фигурка перед вами, и вдруг она вырастает до гигантских размеров в проявлении того, что сидит у нее внутри, происходит просто чудо. Я никогда не думал, что песня, даже небольшая, может быть своеобразным спектаклем. А она, каждая из ее песен, прожитая и пережитая ей, и такое ощущение, что все, о чем она поет, это касается лично ее. Все, с ее болью, с ее любовью, с ее счастьем искрящимся, но это все она. Все это результат чувств, мыслей, выраженных вот с этим удивительным профессионализмом. Потому что это необыкновенно музыкально. Все то, что делала Пиаф. И поэтому, наверное, она так заражала все абсолютно аудитории. Я не знаю людей, которым бы не нравился Эдит Пиаф. Великое искусство. Настолько долговечное, что переживает огромное количество поколений. И волнует эти поколения. И мне очень хочется, чтобы сегодня то, что мы с вами увидим и услышим, взволновало нас одинаково. Разное поколение.